Домен Ирина Евгеньева Некуда девать. Казахстанское зерно не могут экспортировать за рубеж. О каких запасах идет речь? Почему возникли сложности? Какие потери несут аграрии? И как решить проблему? Разрушительная сила. В Актюбинской области смыла новый автомобильный мост. Как вышло, что конструкция не выдержала напора стихии? Были пошли передливы к дороге в Харатал. Каковы масштабы? И когда возобновится движение транспорта? Заразный вирус. Корь распространяется по Казахстану. Сколько случаев уже выявили врачи? У нас наихудшее состояние, конечно, в Алма-Ате. Кто болеет и как защититься? Какова вероятность, что школьников отправят на дистанционку? Первая после выборов сессия депутатов парламента 8-го созыва состоится уже в эту среду, 29 марта. Сегодня президент подписал соответствующий указ. Новый парламент в Казахстане будет многопартийным. В Центр избиркоме озвучили итоги выборов. Стали известны и имена 29 самовыдвиженцев. А депутатские кресла члены ЦИКа распределили между шестью партиями. Кому и сколько досталось мандатов, узнавала моя коллега Динара Нургалиева. Эти девятые по счету выборы в независимом Казахстане прошли по пропорционально мажоритарной системе. Обновленный мажорист будет состоять из 98 народных избранников. 70% депутатских кресел займут представители партии. А это значит 69 мандатов члены ЦИКа разделили между шестью политобъединениями. Итак, Аманат по итогам голосования получил 40 мандатов, АУ-8, Республика-6, партия АКЖОЛ тоже досталось 6 мандатов. НПК заберет 5 мест, УСДП 4 мандата. Оставшиеся 30% кресел закреплены за самовыдвиженцами. 22 избранных кандидата выдвинулись от партии Аманат. 7 выдвигались в порядке самовыдвижения. Явка казахстанцев на этих выборах составила более 54%. Это значит из 12 миллионов граждан, обладающих правом голоса на избирательные участки, пришли свыше 6 миллионов. Графа против всех привлекла внимание 248 тысяч казахстанцев. Напомню, в электоральном процессе участвовало 7 партий, 3 из которых зарегистрировались недавно. Прошедшие выборы для молодых политических объединений стали первым серьезным этапом. За каждого кандидата из заявленного партийного списка им пришлось заплатить более 1 миллиона тенге, огласив результаты голосования члены. Центризбиркома отметили, некоторым партиям будет возвращен этот оплаченный избирательный взнос. Избирательный взнос будет возвращен и двум партиям, это ОСДП и Республика. Байтак не набрал 5% уровень. Остальные партии не вносили избирательный взнос, те, которые ранее участвовали в выборах. Вернуть деньги смогут и самовыдвиженцы. Для этого им также нужно было выполнить пороговую планку в 5% от общего числа голосов, представленных в их регионах. Председатель Циканрулан Абдиров рассказал и о незаконных действиях, зарегистрированных в день голосования. К административной ответственности привлечены 42 человека, 25 из которых члены участковых комиссий за нарушение выборного законодательства. Им пришлось выплатить штраф порядка 86 тысяч тенге. И сегодня же стало известно, что президент подписал указ и первая сессия парламента. Восьмого созыва состоится уже в эту среду, 29 марта. Динара Нургалиева, Дидар Елеов, Информбюро, Астана. Казахстанские фермеры на грани разорения из-за обвала цен на зерно. Несмотря на рекордный урожай, они не могут продать свою продукцию ни на внутреннем, ни на внешнем рынках. Склады остаются полными. В прошлом году казахстанские аграрии собрали хороший урожай. Впрочем, как и в России, из-за санкций у соседей закрылась часть рынка сбыта. И россияне зашли с дешевой пшеницей в те страны, куда много лет поставлял зерно Казахстан. В итоге, по словам фермеров, если год назад тонны зерна стоило 160-180 тысяч тенге, то в этом году 90 тысяч. Это ниже себестоимости. Доходы аграриев сократились в два раза. При этом цены на ГСМ выросли на 20%, а запчасти подорожали от 50 до 100%. Отправить зерно на экспорт отечественные фермеры также не могут из-за проблем с логистикой. Не хватает вагонов и пропускной способности железных дорог. Но и это не все проблемы. Половина зерна заходит у нас контрабандным путем. Так, по данным Росселхознадзора, за 9 месяцев 2022 года в Казахстан отправлено 2 миллиона 400 тысяч тонн, а по данным статистики Казахстана зашло 1 миллион 200. То есть 1 миллион 200 тонн зашло контрабандным путем. Это зерно затем сдается на элеваторы под видом казахстанского зерна и отгружается в наши традиционные рынки Республики Центральной Азии. Поэтому упала экспортная цена. В селе Каракудык, Актюбинская область, талыми водами смыла новый автомобильный мост. Сельские жители им пользовались только несколько месяцев. Впрочем, так же, как и обновленной дорогой. Большая вода смогла разрушить участки на семи трассах области. В чем причина, выясняла Эльмира Ержанова. Асфальтированную дорогу в село Каракудык местные жители ждали годами. В пользование ее сдали несколько месяцев назад, поздней осенью, так же, как и новый мост на ее отрезке. Но счастье длилось недолго. Не успели люди поездить с комфортом, как накануне талые воды смыли грунт под мостом вместе с железобетонными кольцами. В итоге, чтобы не случилось беды и никто не провалился под шаткое сооружение, проезд перекрыли. Мост построили вот только и, считай, нет его. Значит, неправильно строили. Пусть теперь подрядчик переделывает все тут. В Акимате Алгинского района уверяют, подрядчик устранит все недоделки. Кроме того, выяснилось, что мост – объект переходящий. То есть сдали его в ноябре прошлого года, но доделать должны уже в этом году. Правда, проезд для машин по незавершенному участку открыли сразу. На строение, которое не выдержало и четырех месяцев эксплуатации, районный Экимат выделил 32 миллиона тенге. Благо, сельчанам повезло. Возле села есть старая дорога. Ее расчистили и используют как альтернативный объезд. Ну, пока мы, чтобы сохранить остальное, мы вынуждены перекрыть. Население отнеслось с пониманием, потому что у нас запасной в течение двух часов мы организовали выезд. Объект у нас не завершенный, как сами видите, он не принят. Как только вот сейчас погода наладится, подрядчики приступят к работе. В общей сложности в регионе этой весной паводок разрушил два моста и семь участков дорог. На вопрос, в чем причина, чиновники единодушны во мнении, винят неблагоприятную погоду. Но ведь дожди и талые воды были всегда. Основная масса разрушений дорожного полотна приходится на дорогу областного значения. Шубар-Кудук, Уилл-Хабдас-Аль-Лес. Были большие переливы к дороге в Харатан Уиллского района. Сейчас там только вода спала. Я не могу сказать, какой ущерб принесем во время вот этой четырехчерной ситуации. Что касается моста, через который ездят жители села Харахудук, восстановить его обещают в течение месяца. Но эти сроки опять-таки будут зависеть от погодных условий. Эльмира Ержанова, Замат Купикенов, Информиро, Актубе. В Казахстане стали чаще совершать коррупционные преступления. По данным аналитиков, Финпром КИЗ только за первые два месяца этого года в стране зарегистрировали 438 уголовных дел. Чаще всего казахстанцы берут взятки, совершают преступления, связанные с мошенничеством в сфере коррупции, присваивают или растрачивают вверенное чужое имущество и выступают посредниками придачи взятки. Самыми коррумпированными оказались Алматы и Астана. В этих мегаполисах зарегистрировали по 51 случаю. В числе антиридеров также оказалась Кустанайская область. Следом идут Туркестанская область и Шимкент. Количество коррупционных правонарушений там 37 и 36 соответственно. Меньше всего подобных преступлений зарегистрировали в Восточно-Казахстанской, Абайской и Улытаусской областях. Среди госслужащих на коррупционных преступлениях чаще всего попадались сотрудники органов внутренних дел 43 человека, служащие Акиматов и их структурных подразделений 26 человек, работники Комитета уголовно-исполнительной системы, Минздрава и Министерства индустрии и инфраструктурного развития. В Антикоре призывают граждан заявлять о взятках. Там гарантируют анонимность и даже вознаграждение. Казахстанцы же считают, что наказание за коррупцию нужно ужесточить. Я считаю, что чаще всего берут взятки в госструктурах. Нужно там навести порядок, ужесточить наказания, сделать их работу прозрачнее. В первую очередь надо жесткий контроль установить над теми людьми, которые имеют власть, но которые не хотят делать все по правилам и ждут какие-то там подарочки или подношения. А простые граждане, когда ты будешь понимать, что и за то, что ты даешь, будет ответственность, и причем это серьезная ответственность, наверное, ты еще раз подумаешь. Эксперты рынка недвижимости прогнозируют снижение цен на вторичное жилье. Когда это может произойти? И что будет с ценами на новостройки? Узнавал Елеман Раимбеков. С начала года рынок недвижимости, можно сказать, замер. Цены держатся на прежнем уровне, а количество сделок просело на 27%. Отживление эксперты ждут в апреле. Полагают, что на уровень 30 тысяч сделок в месяц получится выйти к лету. Весну, если брать прогноз, то мы не ожидаем всплеска стоимости квадратного метра. Всплеска не будет. Будет идти плавная цена с небольшим удорожанием в пределах 0,5-1% до конца мая. А вот цены на жилье в новостройках снижаться не будут. Прайсы на квадратный метр формируются с учетом стоимости строительных материалов. С прошлого года цены на них остались на прежнем уровне. А с начала лета традиционно все будет дорожать. Поэтому советуют специалисты лучше сделки оформлять в ближайшие месяцы. Общая тенденция именно такова, какова она была последние полгода. Это переоцененная вторичная недвижимость имеет тенденцию к снижению. То есть продавцам нужно принять этого внимания и понимать, что идет определенный отток по числу сделок. Поэтому по переоцененным объектам недвижимости, безусловно, спроса не будет. В долгосрочной перспективе недвижимость является хорошим инвестиционным вложением. Цены на квадратные метры в ближайшие годы падать точно не будут. С учетом постепенного роста заработных плат через пару лет, нынешние суммы ипотечных выплат не будут сильно бить по семейному бюджету, считают эксперты. Елеман Раймбеков, Латшишко, Информбюро. Сотни людей рискуют застрять в аэропорту Тель-Авива. Сотрудники воздушной гавани присоединились к общенациональной забастовке против судебной реформы. Аэропорт принимает только прибывающие самолеты, но авиакомпании уже отправляют воздушные суда на запасные аэродромы. Из-за забастовки персонала закрыта часть железнодорожных станций. Протесты против судебной реформы не стихают уже третий месяц. Реформа позволит ограничивать влияние Верховного суда на принятие основных законов. Даст возможность парламенту оспаривать решение Верховного суда, а правительству влиять на назначение судей. Оппозиция сочла законопроект угрозой демократии. В крупнейших городах Израиля вспыхнули акции протеста. На фоне массовых беспорядков накануне отправили в отставку министра обороны. Известие об увольнении чиновника, который открыто призывал заморозить реформу, спровоцировало новую волну недовольства. Профсоюз врачей грозится приостановить работу системы здравоохранения. Сегодня состоялось экстренное совещание в канцелярии премьер-министра. По итогам встречи ожидается официальное обращение Нитаньяху к нации. Источники, близкие к правительству, не исключат, что окончательное решение могут вынести на референдум. Раскол в израильском обществе проникает в армию и структуры национальной безопасности. Это несет явную неизбежную угрозу для всей страны. Ради благополучия граждан, наших сыновей и дочерей, призываю немедленно остановить принятие судебной реформы. На ТЭЦ Риддера продолжаются восстановительные работы. Однако люди требуют привлечь к уголовной ответственности виновных за срыв отопительного сезона. Зиму удалось пережить, но горячей воды в квартирах нет до сих пор. Многие выступают за то, чтобы ТЭЦ вернули государству. Жители Риддера рады приходу весны, ведь устали мерзнуть в своих квартирах. Почти всю зиму из-за аварии на местной ТЭЦ в домах были перебои с отоплением. Власти обещали решить проблему. Даже нашелся новый инвестор ТЭЦ. Но улучшений никаких людей так и не почувствовали. «Было по 15 градусов под несколькими одеялами. Ну, сейчас чуть-чуть потеплее, 18 стало. На улице тепло, чуть-чуть потеплее, но все равно холодно. Для нас, пожилых, очень холодно». «Воды горячей нет, отопления нет. В общем, все ужасно. Какой дурак придумал отдать. Стратегический объект, как говорится, в частные руки. Надо государственное вернуть, тогда, может, долг будет какой-то». «ТЭЦ» постоянно там в ремонте, она постоянно ломается, горит, что-то взрывается. Вот недавно взорвалось что-то». Очередная авария на ТЭЦ произошла на прошлой неделе. Аким Риддера рассказал, что на данный момент работают уже три котла из шести. И взрыв, по словам градоначальника, на технологический процесс никак не повлиял. Основное оборудование целое. «В настоящее время у нас работает сейчас три котла. Два котла среднего давления и один котел высокого давления. Температура подачи 49 градусов, обратки 36 градусов. Параллельно у нас ведутся работы ремонтные по восстановлению котла номер 5, на котором имеются свищи. Сейчас это устраняется». На ТЭЦ охрана внимательно следит за тем, чтобы туда не проникли журналисты. Нашу съемочную группу на объект не пустили. Руководства новой компании-инвестора на ТЭЦ не было. Власти вновь задумались над тем, как вернуть объект в государственную собственность. По результатам проверки прокуратуры Восточного Казахстана, АО «Риддер ТЭЦ» оштрафовали на 11 миллионов тенге за нарушение законодательства, в том числе нецелевое использование многомиллионных средств по инвестиционной программе. С 2020 года горожане били тревогу, заявляя об аварийном состоянии ТЭЦ. Изношенность сетей составляет около 75%. Жанара Слуханова, Олежан Ильусизов, Информбюро, Восточно-Казахстанская область. Продолжаем эфир. В Казахстане лабораторно подтверждены 75 случаев кори. Большинство заболевших – непривитые дети, сообщает в Минздраве. Подъем заболеваемости медики фиксируют с февраля. И это уже не первая вспышка кори в республике. В 2019 году вирусом заболели более 13 тысяч человек. В каких регионах сейчас самая неблагополучная ситуация по кори, расскажет Джамал Габдулина. В Казахстане неблагополучная эпидемиологическая ситуация по кори – это очень заразная болезнь. При этом ее симптомы сложно отличить от обычного ОРВИ, пока не проявится специфичная красная сыпь. Против кори в мире не существует лечения. Этим она и опасна. Ее последствия вызывают энцефалит и пневмонию. Корь может привести к смерти. На сегодня регионы с высоким уровнем заболеваемости – это Алматы, Туркестанская и Житусульская области. У нас наихудшее состояние, конечно, в Алмате. В Алмате у нас зарегистрировано 46 случаев, подтвержденных на сегодняшний день. И из них 90% – это среди детей в целом кори зарегистрировано. Из этих детей 70% составляют в Алмате – это дети, которые не получили плановую профилактическую прививку против кори. Это 32 ребенка. На сегодня с подозрением на корь зарегистрировано 145 случаев по стране. Подтверждено лабораторно 75. Большая часть – дети, причем не привитые. Есть и те, кто отказались от прививки, имеют противопоказания или еще не достигли 6 лет. Эксперты говорят, что даже если привитый ребенок заболел, течение болезни пройдет в более легкой форме. В целом, в большинстве регионов ситуация стабильная и корь не распространяется, так как есть высокий уровень иммунитета среди казахстанцев. А отправлять детей на учебу онлайн пока не будут. Если регистрируется одномоментно несколько случаев, то уже наше управление самопедконтроля, которое находится на территориях, то есть в районах города Алматы, выдаются постановления на проведение соответствующих мероприятий. То есть о закрытии здесь речи нет. Одна из мер по противодействию вспышке кори – выявление непривитых. На сегодня более 94 тысяч детей до 17 лет не имеют прививки от кори. Работа по вакцинации продолжается. Привито порядка 15 тысяч человек. Вспышки кори происходят, потому что в течение нескольких лет накапливается число непривитых и при заносе инфекции случается подъем заболеваемости среди них. Врачи говорят, что с началом пандемии коронавируса не только в Казахстане, но и во всем мире снизился охват плановых прививок среди детей. Поэтому в стране в 21-22 годы проводилась наверстывающая вакцинация. Но реальность показывает, что пока еще не все дети охвачены плановой вакцинацией против кори. Поэтому врачи призывают не пропускать плановые прививки, если у вас нет медотвода или противопоказаний. Жамал Габдулина, Думан Сулейменов, Информбюро, Алматы. В Шымкенте жители жилого массива Игелек просят чиновников выполнить обещание и подключить их к центральной электросети. Подвезти туда линии должны были еще в январе. Но работы не могут завершить из-за возникших споров. Местные жители говорят, что их вынуждают за свой счет покупать приборы учета. Хотя в других районах электросчетчики людям установили бесплатно. Бахрамбек Таребжанов с подробностями. Свет мигает, то яркий, то слабый. Перепады с напряжением стали головной болью для жителей массива Игелек. Особенно ночью. Больше 15 лет они получают некачественное электричество. Дома подключены частному трансформатору, мощности которого не хватает. Вдобавок электролинии в изношенном состоянии, жалуются жители. А потому часто возникают перебои со светом. Из-за чего у многих в доме выходит из строя бытовая техника. Нам тяжело сейчас с таким электричеством. Вечером и вовсе ничего невозможно включить. Электроприборы не работают. Напряжение очень низкое. За что мы платим деньги, непонятно. Массив должны были подключить к центральной электросети еще в начале этого года. Тут установили новые столбы, трансформатор, провели линии. Вот только подать качественное электричество не получается из-за споров со счетчиками. Подрядчик, который проводит тут работы по подключению, заявил, что абоненты, а их 386, должны купить эти приборы за свой счет. Многих это возмутило, ведь, как выяснили и геликовцы, в соседних населенных пунктах электросчетчики устанавливали за счет государства. Почему в Жанаталапе, Сергейле, Достыке и других населенных пунктах установили счетчики бесплатно? Почему нам тоже так не сделают? Это же несправедливо. Кто-то может себе позволить, конечно, за 20 тысяч счетчик, а кто-то и нет. Положение у всех разное. Тем более, что многие тут безработные. Люди пожаловались по этому поводу в городской Акимат. Чиновники говорят, жители обещали разобраться, но результата до сих пор нет. Мы тем временем выяснили, что модернизацией электролиний в этом районе занимается ТОО «Онстыкжаргтранзит». Компания проводит работы за свой счет, но в проекте, как оказалось, не были заложены средства на установку счетчиков, ящиков и электрических автоматов. Специалисты также объяснили, почему в других населенных пунктах эти приборы установили бесплатно. Жители Иглика тем временем готовят петицию в адрес Акима города. Они настаивают на том, чтобы приборы учета им предоставили за бюджетные деньги. В районном же Акимате, узнав об этом, обещали содействовать в решении данного вопроса. Бахрамбек Талибжанов, Ильдар Жунысканов, Информбюро, Шимкент. Вкусно, весело и экзотично. Так встретили на Урыс в Казахстане граждане России, которые недавно прибыли в нашу страну. Некоторые из них сами готовили праздничные блюда и впервые пробовали кузе. Что показалось им необычным? И почему День весеннего равноденствия стал для гостей Казахстана самым настоящим семейным праздником? Расскажет Нина Шаппо. Юлия Ликутина с мужем и ребенком приехала в Кустанай в числе первых переселенцев из России. И сразу же начала делиться, как блогер в социальных сетях, своим опытом переезда и рассказывать о местных традициях и менталитете. На Наурес Юлия сама приготовила баурсаки и бешбармак. Рецептом поделилась с подписчиками. Причем главное национальное блюдо она готовила уже в третий раз. А впервые попробовала на той, куда их пригласили друзья. У меня сын очень оценил это все. Он и баурсаки ест, и больше любовью относятся к бешбармаку. В плане вкуса бешбармака, то мне нравится вот это вот сочетание такого мягкого теста. Мне нравится, когда лук немножко хрустит. Я читала комментарии, что многим наоборот не нравится. Любят все как бы такой максимально проваренный. И вот такое рассыпчатое мясо конина мягкое. И я, допустим, в моей культуре нет никакого похожего на это блюдо. Поэтому даже сравнить на самом деле не с чем. А вот тревел-блогер из Алматы Никита Суханов наоборот казахскую национальную еду сравнивает с блюдами из своей родной Бурятии. Он тоже приехал в Казахстан из России. И был приятно удивлен размахом празднования Наурыза и национальным колоритом. Про Наурыз не знал ранее, поэтому был прям впечатлен от этого праздника. Все в национальных костюмах, повсюду гуляния, игры и очень много еды, которую ты можешь попробовать и все бесплатно. Соответственно, национальные игры я видел, как мужчина приседал с живым бараном на плечах. Для меня это было очень интересно и необычно. Какой праздник без Наурыз-Кожи? Его Никита тоже попробовал, правда. Впечатления, к сожалению, остались за кадром. Но в интервью парень признался, что для него блюдо оказалось слишком экзотичным, как и курт. А вот бешбармак и баурсаки очень пришлись по душе, как и сам праздник. Нина Шаппо, Елена Досова, Информбюро.